Мэр города Кохт-Лоярве Людмила Янченко о команде ЕСНТВ прокомментировала текущие рабочие моменты, связанные с ремонтными работами на дорогах города, а также прокомментировала строительство крупных объектов на территории города Кохт-Лоярве. Как мы уже говорили неоднократно, в городе идут большие строительные проекты, и сегодня мы немножко поговорим о том, что происходит. Улицу Калеве мы обещали открыть к 10 сентября, и к 10 сентября она была открыта для автобусного движения, и 16 сентября она была открыта для движения всего транспорта. Она, к сожалению, сегодня еще не маркирована, и нет некоторые участки, пешеходные зоны, и озеленение тоже еще не сделано. Улица Ярве-Кюлате еще идет ремонт, срок окончания работы у них 30 сентября, но сегодня они опять же обратились к нам с просьбой продлить срок, но, к сожалению, это уже, так сказать, вызывает некоторое недовольство наше. Любые причины, которые они указывают, мы считаем, что они необоснованы, и сегодня мы срок продлевать не будем. В таком случае, если они в срок не уложатся, мы должны будем выставить им страшные санкции. Поэтому вот эта улица должна открыться к 30 сентября. Если не откроется, значит, нам придется строителей штрафовать. Второй объект, который вызывает тревогу, это Мяне-1 в Ору снос школы. То же самое, они просят продление срока, и уже не первое продление. Мы тоже считаем, что это продление необоснованное, и нам придется тоже выставить штрафные санкции строителям, поскольку они должны закончить таким образом, чтобы утилизировать это все и сделать озеленение. Озеленение можно сделать только сейчас, но ни в коем случае не тогда, когда они закончат эту работу зимой. Что касается других объектов, то, наверное, у людей вызывает много вопросов наш спортивный центр, почему сегодня все люди городские не могут еще ходить плавать. Мы сами очень огорчены этой ситуацией, потому что та фирма, которая должна была поставить шкафчики для раздевалок, она первые шкафчики, которые поставила, они были с браком, и они были все возвращены. Они должны были уже сейчас, на сегодняшний день, сделать поставку полностью качественной мебели, и на сегодня они еще полностью не привезли все шкафчики, их только половина. Но сегодня, когда будут собраны последние шкафчики, мы все-таки даже с половиной этих оборудованных раздевалок будем открывать бассейн для людей и будем выставлять штрафные санкции этой фирме. Немножко как-то озадачивает то, что сейчас строители не выполняют свои обязательства и задерживают или делают ее некачественно. Это очень огорчает, но, к сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что поставки материалов для тех, кто должен сделать эту работу, тоже получается, что они задерживают это, и поэтому вот такая ситуация. Хотя вот со шкафчиками ситуация связана все-таки с тем, что они некачественно выполнили первый раз свою работу. Немножко тревожная ситуация складывается и реконструкция Ахтминской части города. Вот эту площадь мы должны были... Там срок окончания работ, конечно, 31 марта, но изначально строители говорили о том, что они до конца года площадь нам сделают, потому что понятно, что в феврале и в марте никто плитку не кладет. Но в связи с вот этой ковидной ситуацией они не могли получить из Китая гранитную плитку, и с этой плиткой произошла большая задержка, пришлось поменять поставщика, искать новые варианты. И поэтому, конечно, тут обосновано то, что они, к сожалению, к концу года эту плитку не положат. Что касается улицы Томи поезды, то она будет готова, и основные пешеходные дорожки тоже будут готовы к концу года. Но вот сама площадь, к сожалению, не будет готова. И тут мы хотели бы предупредить людей о том, что поскольку у нас место для ёлки предусмотрено на этой площади, то сегодня, к сожалению, мы на площади ёлку установить не сможем в этом году, поскольку площадь не будет ещё готова. Сейчас Титли Лемец и Денис Вершинин ищут вариант. Старое место уже ликвидировано, куда устанавливали ёлку, потому что там идут работы. И сегодня ищут вариант, как украсить к Новому году Ахтминскую часть, если площадь не будет готова. А то, что она не будет готова к ноябрю месяцу, когда к 1 декабря нужно будет уже, чтобы ёлка стояла к 1 адвенту, то, к сожалению, вот сейчас надо решить вопрос, как украсить Ахтминскую часть и где провести праздничные мероприятия. И последний объект, который сегодня у нас в работе, это ледовый холл. Но там, к счастью, всё идёт по графику. Сегодня уже забетонировано основание, потихоньку устанавливаться будут борта, и сегодня там реконструируется крыша. Как только крыша будет готова, это будет вероятнее всего к 31 декабря, они сдадут этот объект. В любом случае, мы надеемся, что в январе мы уже откроем ледовый холл и для жителей, и для хоккеистов, и для фигуристов. Вот такая ситуация сегодня с нашими объектами, которые у нас в работе. Сейчас будет проектироваться снос, вернее, будет осуществляться уже снос бассейна. Договор сегодня уже подписан, старого бассейна, и будет проектироваться после этого строительство хостеля. Мы не можем пока его проектировать, пока не будет снесён старый бассейн, не будут сделаны геодезические измерения, чтобы начинать проектировать строительство хостеля, который нам очень-очень нужен. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok